Красная площадь История Отечества В течение шести дней фестиваля в павильоне российского исторического общества проходили кинопоказы, творческие встречи, дискуссии на самые разные темы отечественной истории. Кстати, родился он буквально в 300-400 метрах от того места, где мы с вами находимся, на территории снесенного в годы советской власти чудового монастыря в архиерейском доме, который за год до его рождения был выкуплен казной и стал называться Николаевский дворец. Вот там и появился на свет в 2018 году наш герой. Книга Андрея Яновского «Александр II. Незавершенный портрет» — это рассказ о великих свершениях царя-реформатора, главный из которых — это, конечно, отмена крепостного права. Но также множество подробностей, которые не найдешь в школьных учебниках, в том числе и с детства Александра II. Например, такой эпизод, будучи еще наследником Российского престола во время торжественной церемонии, он расплакался на руках своего отца, императора Николая I. И он вынес сапером и сказал им, разрешил георгиевским кавалерам, высшая честь, высшая честь, подойти и облобызать многие руки царственного младенца со словами «Надеюсь, вы будете защищать его и служить ему так же верно, как служили всегда мне, вашему государю». «Ну, сочи, гвардейцы, как эстапетную палочку целовали этого мальчика, передавали его из рук в руки, громкая громоподобная ура так напугала семилетнего малыша, что он разоревелся в голосе». В совсем другую историческую эпоху переносит книга итальянского филолога и следователя Массимо Экли об участии советских партизан в движении сопротивления в 43-45 годах. Речь о советских военнопленных, которые сумели бежать из немецких лагерей на оккупированной территории Италии. В книге приводятся судьбы конкретных героев, таких как Владимир Переладов, знаменитый капитан Руссо, за голову которого фашисты назначили награду. Он бежал из плена, сформировал русский партизанский отряд, который нанес огромный урон фашистам. По словам Массимо Экли, написать книгу его сподвиг рассказ деда о своем русском однополчанине. Все это началось из простой могилы, которая у нас есть в моем селе, и мы этому человеку даем всегда честь. Ну, потому что мой дедушка это собрал, как можно сказать, после облавы собрал его, пошел его искать, собрал его тело, и со священником решили похоронить на кладбище. От этого вся история. Мой дедушка был тоже партизаном. И еще одна книга на схожую тему о русской военной эмиграции в 20-е и 50-е годы. После революции около 250 тысяч военнослужащих царской армии оказались на чужбине. И там разделились на два больших лагеря. Оборонцы были уверены, что защищать родину необходимо, невзирая на то, что у власти были большевики. А вот пораженцы считали, что с большевизмом необходимо бороться. Для примера, чтобы подчеркнуть весь трагизм эмиграции и вот этого оборонничества и пораженничества, самый известный такой человек с русскими, условно, корнями в иностранном регионе – это Дмитрий Амелохуарий. Даже Георгий писал о том, что это человек просто исключительной храбрости. Брат Дмитрий, он служил во французской коллаборационистской части «Легион французских добровольцев». 638-й пехотный полк, который сражался в Советском Союзе, воевал под Москвой. Ну вот, представляете, один брат у Деголи, а второй здесь, на Восточном фронте. Вот тоже какая трагедия эмиграции. Долгие десятилетия мы мало что знали о том, как жили, что думали русские эмигранты. Одни факты замалчивались, другие искажались. Свой взгляд на историю представленный в книге Василия Шульгина, того самого, который принимал отречение Николая II. Это переизданная книга его воспоминаний. Интерес большой, вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы помочь людям, не профессионалам, не специалистам, отличить качественную историческую литературу от билетристики, от дилетантской литературы. В общей сложности Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества представили около 60 книг. Ну а всего в рамках фестиваля «Красная площадь» приняли участие более 300 издательств из 52 регионов России, а также из Республики Беларусь. Служба информации Российского исторического общества.